В Нью-Джерси получаю PhD. Сейчас нахожусь в сайте, которое называется ABD, это All by Dissertation. То есть всего осталось тезис написать. За свое время там я работала два раза в Google и делала internship. Последний год я прибыла во Флориде. Флориде это Ad Network, Mobile Ad Network. Многие может быть знают Флориде как Mobile Analytics. Очень многие используют. Мы недавно переварили 500 тысяч applications, которые у нас используют. Поэтому у нас очень много данных, которые мы используем во время выбора рекламы. В данном окнате я работаю в Yahoo, потому что... У меня уже привел с этого в Yahoo. Потому что они нас убили, собственно, и я сейчас являюсь Research Scientist. И чтобы быть дальше, пока не известно. Я интересуюсь алгоритмичным развлечением рекламы. И все, кто говорил со мной, думаю, об этом уже знали. Вообще, я интересуюсь теоретической точки зрения. То есть меня интересует как теория игр, когда разные стороны на рынке пытаются оптимизировать свои интересы. И там появляется очень много интересных оптимизационных задач. Ну вот любая женщина во мне присутствует любопытство. В нашей лаборатории, когда я сидела вместе со студентами, было замечено, что реклама очень несправедлива. Она показывает разным людям разное. Один из моих примеров, любимый, я не знаю, вам видно или нет. Но реклама была «Never underestimate the power of an Estonian woman». И я серьезно раздумывала покупку такого свитера, потому что правда. То есть нас заинтересовало, почему же разные люди видят разную рекламу и от чего это зависит. Через некоторое время нас было уже трое, и мы решили собирать. Потому что три – это магическое число. Этого количества людей обычно достаточно для того, чтобы начать соображать. После несколького размышления у нас появились три вопроса. Первое – это как. Нам нужно было написать ввод, чтобы, если ему дать страницу и некоего пользователя, чтобы он мог собрать с нее рекламу. Потом вопрос – где. Потому что страниц в интернете очень много. Они постоянно прибывают и выбывают. То есть непонятно, где ее искать. И третий вопрос – сколько нам ее надо. Потому что реклама постоянно меняется. И то, что мы видим сегодня, будет совершенно не та реклама, что будет показано через месяц или, может быть, даже завтра. И логично начинать сначала и упрощать задачу. Мы решили написать код, чтобы, когда у тебя есть один URL, чтобы собрать с него рекламу. И, конечно же, логичное решение – написать скрипт, который посылает hddp-request, получить респот, распарсить его, и будет нам реклама. Так не случилось. Потому что рекламы в таком HTML нету. Потому что она называется «я воскритами». Вторая мысль у нас посетила – давайте эти скрипты вызывать. Потому что в функции написаны, почему бы их не вызвать. Но вот тут пример, почему нет. Первый сниппер – это то, как HTML выглядит до того, как все JavaScript бежали. И после – это пример того, как мы уже в YouTube поработали. И это как раз лидер, который описывает одну рекламную страницу. Почему называть рекламу «нехорошая идея» ручками? Потому что мы видим, что скрипту даются очень хорошие параметры под названием «1», «2», «3», «4», «5», «5», «33». То есть вряд ли мы сможем нагенерировать нормальные параметры для них. И наша третья идея, которая заработала, из-за того, что мы везде академично и мы не встречаемся так честно с тестированием, у нас заняло время для того, чтобы выяснить, что другие люди используют сиренеум для тестирования на приложении. И, долго думая, мы его пустили в оборот, у нас ушло на это некоторое время, потому что сиренеум оказался очень брехотливым и надо было очень тонко настраивать версию Firefox и версию сиренеума. Там чуть сместишь и ничего не работало. Почему так? Никто не выяснял, мы просто зафиксировали и не дышали. И того у нас на данный момент есть решение, мы написали наш раунер, который берет навод URL, открывает Firefox и выпускает там страницу, ждет показа, как вам сделают свою грязную работу, получает разрендеренный HTML и пойдет вам в базу данных. А у вас не было такого, чтобы пользователи извинения, что на другую? Какую-то другую? Даже если зафиксировать все, и браузер, и версию просто должны пользоваться для других, я могу показать пример какой-то, или не буду показывать. Как? Потому что фирм не думает о тебе с какой-то представлением. Используя это представление, я шагу вам это показать. Нам можно просто взять, какие свойства человека вообще называют какую-либо. Вот это то, чем мы знаем. Вторая стадия, да. А вопрос, когда вы решаете, что у вас HTML закончится? Если там тайм-ауты какие-то, или процессы бегут? В общем нет. Пока мы производили первую версию, мы жили в таких больших розовых очках, и мы думали, что страница на самом деле закончит грузиться. И селением так и работает, что когда страница заканчивает грузиться, он останавливается, и тогда можно забрать HTML. На практике нам пришлось снять эти розовые очки, и селением снятия этих розовых очков было очень-очень патриотично. Но я вернусь к этому моменту. Это хороший вопрос. А и что делать с HTML, который облагает настроение себя? Отличный вопрос. Я про это буду рассказывать в какой-то степени. Но пока давайте жить в розовом мире, где нам просто надо один раз пройти целиком этот путь, от того, что мы открываем страницу и открываем оттуда рекламу. Когда мы пришли на второй уровень искривания рекламы, нам было уже сложнее, потому что даже вот когда взрослый вроде образованный так смотрит на страницу, не всегда понятно, что это реклама. Потому что она очень часто бывает очень красиво вписана в контент страницы, изображена в правильной цветовой гамме, и поэтому это нереально. И полагаться на то, откуда пришел какой-то имидж, очень сложно, потому что очень часто реклама приходит сидеть, что является Content Distribution Network. То есть это может любой сервер с непризнатимым названием. Но три головы хорошо, они сообразили, что краудсорсинг лучше. И мы нашли для себя такую вещь, как i love easy list. Для нас это было, мы почему-то... Для нас сначала больше это... Должно быть просто. Что такое? Найтили к нам из столицы. Но когда уже есть список регулярных выражений, которые постоянно обновляются, то жизнь оказалась гораздо проще, мы пустили его в оборот. Итого у нас появился парсинг. А парсинг смотрит в базу данных, смотрит, есть у нас не распарсанный HTML, забирает его, пропускает элементы через этот adlog easy list, находит оттуда рекламу. И вот когда он находит рекламу, обычно реклама указывается на какую-то URL, и реклама оттуда получается способом множества редиректов, потому что показ рекламу оценивается по большему 1-0. И для того, чтобы все зарегистрировали вот этот просмотр, вот этот редиректор какой-то много серверов. На нас, на самом деле, что это последний имидж, который будет пользоваться. Поэтому мы просто опять всередину открывали Firefox, добавили URL и ждали, что на самом деле называется «Front Click», что нам было не стыдно. Ну, мы делали не для себя, это наша предприца. И четвертый этап – это просто положить рекламу о вас в вашу данную. Последнее было самым интересным. Последнее было интересно, что теперь мы можем открыть страницу, найти эту рекламу, все положить в вашу данную, а потом налезировать. Теперь надо прикрутить пользователя. Что такое есть пользователь? Это Куки. И когда многие фирмы, которые связаны с рекламным бизнесом, они запоминают Куки и призывают ему какие-то интересы. Обычно это происходит, либо используя то, что вы покупаете, то, что вы смотрите, читаете, сколько вы проводите, время, где и так далее. И селение, он очень удобно, позволяет погружать профайл пользователя, когда открывает Firefox. И мы, конечно, пустили это в оборот, собственно. И у нас появилась третья часть, которую мы креативно назвали «Профайл Хейнгер». Он получает категорию интересов, идет по лекцию, получает топ-100 самых популярных URL ассоциированных. И с этой категорией открывает селение, новый браузер, посещает все 100 по 5 раз, чтобы точно зарегистрировать этот сигнал. И сохраняет все, архивирует до последующего использования. Какой вырабатывает их вес? Это мы расскажем. Это мы все еще живем… Это очень хорошего вопроса. Сегодня у нас просто это самое. Если… Вот ты спрашивала, как только фирма видит пользователя. Пользователь – это, в принципе, разделено на два. Это ваша демокрация, возраст, дом и… И географическое нахождение в ваше место. Да, даже на русском не писали. Обычно определяется достаточно точно, настолько точно, что даже неудобно. И интересы очень детальные. Например, они могут считать, что вы не только интересуете компьютер-харт-вэр, что очень специфично, но также могут думать, что вы интересуетесь экзотик-петс. Я не знаю, что это, но бывает. Итого, у нас есть вот эта первая розовая версия, которая мы можем сказать, что создать нам профайл, посетить страницу с этим профайлом и раздобнуть рекламу с ней. И теперь нам надо это дело, эту машину соскалировать и запустить. У этого процесса гораздо больше деталей, и дальше я расскажу, поэтому, если вам интересно, просто поднимайте руку, и я постараюсь не вдаваться на детали и ответить на мой вопрос. Первое. Не фиксируем время, потому что реклама очень динамична, и мы будем пытаться как можно быстрее проблаться. Второе. Надо решить, где ее собирать. Страниц очень много, и мы решили, что интернет очень популярен, за то, что в нем существует такая продигма, как Powerwall Distribution. Кто не знаком с этим? То есть, если есть очень мало сайтов, которые посещают всех, и очень много сайтов, которых практически никто не посещает. Или то же самое известно про социальные сети, что есть несколько юзеров, у которых много-много-много друзей, много странных, но у всех чуть-чуть. То есть, мы решили, что попробуем сосредоточить, что в этом много-много, взяли 1500, чтобы наверняка, и оттуда мы убили все страницы, которые не содержат рекламы. Это было очень легко, потому что мы пропустили через краудер от Парсер. Если в бинарный план была реклама, значит пропускаем. Не было рекламы. Проверяем еще раз. Вдруг не заметили. Если опять не заметили, то следующий. Потом у нас стала задача с убиванием неприличного контента. Он, к сожалению, содержит рекламу. Потому что он был неприличный, а мы хотели из наших данных написать статью. Поняли, что там будет некий пайес. Потому что там очень много рекламы, и она очень эпидемическая. А еще там надо было все собирать через инверситетский как бы. Где выкативали? Вы думаете, они тут все видели? Но мне потом было надо было смотреть. Так они бы показали, что вам надо где-то посещать. С списоком. А вы не вычеркните наши. Поэтому это все закончилось тем, что мы открывали не совсем все. Мы стали все гораздо ближе к этому процессу. В итоге у нас из тысячи 500 получилось 314 страниц. Вот такие мы строки. И сколько ты из них прочь, у нас больше слов? Сколько там без реклама, а сколько из них лечит? Я сейчас не скажу. Это уже мое сознание стерло все, что оно увидело. Про филе, в принципе, мы использовали у гугла есть большое дерево интересов. Оно содержит больше, чем тысяча вершин. И мы, используя многие филы гугла, определили, которые пытаются помочь людям размещать рекламу, мы с помощью них определили те категории интересов, которые очень интересуют рекламодатели. И в итоге мы сконцентрировались на 340. И теперь у нас было по многим экономическим понятиям у нас даже был эксперимент. Если в короткое время посещать одну и ту же страницу, то, в принципе, количество рекламы новой, которую вы наблюдаете, уменьшается. Уменьшается, и там даже у нас есть функция, которую мы, так сказать, прописали к этому процессу. И мы решили на двух стратегах. Первое – это то, что мы посещаем страницу десять раз. И делаем мы это пять раз. То есть мы делаем копию профайла, посещаем десять раз и запоминаем. Почему нам надо несколько копий профайла? Потому что профайл, он загрязняется. Потому что если вы посещаете страницу, вам начинают прилипать новые интересы. Поэтому мы не маме больше. И вторая стратегия мы называли длинной, когда мы просто на истощение сто раз посещаем одну и ту же страницу и смотрим, что произойдет. Мы поняли, что мы не хотим это все делать ручками, и поэтому мы составили график, который умеет создать столько инстансов, профайлов, сколько надо. И потом умеет разрулить приписанные машины, так, чтобы они все работали и собирали рекламу. И того у нас появился еще один компонент. Мы были очень довольны и были готовы. Мы запустили нашу машину на нашем университетском Google Search кластере, который состоит из сорока машин. И вскоре что-то произошло. И вопрос, что произошло? Кто нас забанил? Я. Алекса. Алекса, кстати, тоже банит. Но это решается. Нет. Есть гораздо более... Там уже близко тем более. Есть гораздо более злые люди, которые... Да, кто был первым? Здесь. Прямо из Санкт-Петербурга. Прямо из Санкт-Петербурга. Админы. 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 Они не дремлют. Они очень быстро определили, что выходит очень много запросов на одни и те же страницы. И... из которых мы все делали, их впечатлили. И... Потому что это... Наши процессы начали убивать. Студенты начали делать хард-рестарты в машинах. Потому что они были очень медленные. А... Админы думали, что что-то очень страшное. Вирусы. Да. Вирусы были предупреждения в сеть. Админы. Они делали стакции из сервера. И в итоге с нами очень серьезно поговорили. И тут у нас... Ну, как... У нас уже практически все было готово. И нам очень хотелось. Поэтому мы придумали сеть бюджет. Исходя из того, что мы успели сделать запах отбор. Мы придумали, что... То есть у нас было так. Первое, нам надо ссоциализовать профили. Это тоже трафик. И второе, это... Само посещение сбора Викамы. И адреса души. Который надо сделать очень быстро. Потому что этот... Вот этот... Вот этот... Вот этот... Вот этот... Вот этот... Вот этот директор, он живет очень-очень мало. Иногда полчаса. То есть, как собрал, надо сразу все это дело распахнуть. Спасибо. Мы... Решили, что 30 тысяч посещений, это хорошее число. А 300 еще лучше. И при пересчитав, используя наше стратегинг, уместилось это 1900 пар. И... У нас был некий алгоритм для того, как выбрать те пары, которые обещают нам больше уникальной рекламы. Что за пары? Профиль и URL. Потому что они не все равны. И... Мы выбрали. И встретились со вторым. Мы... Конечно, уже... Мы не ожидали, что будет отминно, но мы засустили. И в итоге, в какой-то процент... В какой-то... В какой-то момент, один из моих соавторов, который проверил субботу вечером нашу базу данных, он сказал, Ребята, актинг у нас 30% от одной и той же рекламы. Оказалось, нас товарищи рекламной сети отправляли отдохнуть и нам просто показывали пальмы. У нас этот... С тех пор у нас... В группе очень часто говорят, когда тут волнуется, говорят, thick palm trees. Это... У нас так и произошло. Дальше... Мы уже... Отладили свой краудер. Самая главная наладка краудер заключалась в том, что... Страницы виснут. Случаются тайм-ауты. Реквесты падают. И надо было... Надо было, чтобы от краудер сам выходил из этой... Из этого, как бы, оттупления, когда он просто ждал Selenium вернуться. Selenium оказалось очень сложно остановить грамотно так, чтобы собрать HTML. В итоге мы каким-то чудом составили пять строчек кодер, которые делал это чудо. Но документации не было. И последовательный строчек, если их читать, не имеет никакого смысла. Что? Откуда? У меня нету. Это... Какого языка писали? Это Java. К сожалению. Мы начали со скриптиков. Кстати, когда мы еще думали, что мы можем просто как-то тп реквесты. Потом мы решили, что вот эти скриптовые языки они не работают. И просто... И сроким кубину, что их нельзя было дедушить. У нас было... Мы не сразу поняли вот это то, что реклама не возвращается с ад реквеста, но поэтому мы в какой-то момент перешли на Java и в итоге на ней и остались. У нас заканчивалась память. Мы забивали всю память вообще. Потому что реклама в Путрове сохранялась так быстро, что мы не успевали заслуживаться. И вот что самое главное, из-за того, что мы взяли эти палки, нам надо было опять расстаться. И уже мы выжили за пределы выходных. И админы не дремали. И они не становились добрее. Ну, у нас это получилось. Мы собрали 875 тысяч ad impressions. То есть мы видели 875 тысяч реклам. Из них 1775 тысяч уникальных. И это все было собрано за чуть меньше, чем полтора дня. Что же мы узнали? Эту матрицу вам, в общем-то, не надо видеть или читать. В строчках у нас про профили и в столбцах рекламы. Первое очень интересное наблюдение – это то, что нет диагонали. То есть людям, заинтересованным в здоровье, не показывать рекламу о здоровье. Только людям, заинтересованным в играх, показывать рекламу исключительно практически только игр. Это вот это вот красное число. Которое, в принципе, говорит, что если человек интересуется играми, скорее всего, больше ничем не интересует. И мы за чудом решили, что рекламу про искусство и развлечения, бизнес, компьютеры и шоппинг будем показывать всем. Это интересно всем. Еще полное интересное число – это то, что рестораны показывали только в основном пустым профилем. Это у нас был плейслайм, это как-то совершенно новый. Открываешь новый Firefox, посещаешь, когда после чего не знаешь, почему ты решаешь показывать рекламу. Реклама о здоровье в основном показывает людям с интересом работы и образования. И путешествия отправляют тех, кто интересуется красотой и фитнесом. Это интересно, а реклама усилий помогла отслеживать по имени? То есть, что это новый профиль, но это только человек? То, что они не могли. Теоретически могли, но они знают, что университет большой – 50 тысяч человек. Скорее всего, в итоге они засекли. Но из-за того, что мы достаточно быстро это все делали, то если бы мы так бежали неделю, то нам было бы тверды, но из-за того, что это достаточно быстро произошло, то скорее сегодня мы успели еще отреагировать, потому что не блокировать так быстро айки, из которых обычно много трафика. И по вопросу, ты с вами неделю видел, да? Нет, нет, нет. Это о том, что они могли делать ипотезу, что человек не поменялся всегда. Когда человек посещает страницу, эта страница отсылает реквест на Ad Network. И она говорит, что ко мне пришел пользователь, я про него думаю, что это женщина с таких-то лет, и РКБС пришел из такого-то региона, и высылает куки. Ничто не, как правил куки. То есть информация о машине, которую присылает? Айпи не присылает? Айпи не присылается. Прикольно. Айпи не может присылаться. Да. Кто-то там не видит, может быть, один сайт сети? Просто так. Два. Скорее всего, он знает. Да, но страница не пересылает айпи обученных. А вы сказали, что ваш кластер не будет. Да. Если мы делали класс, у нас был такой случай, когда мы тренировались на маленькой странице, и нас забанила страница. Ну, если мы тренируемся на Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Таймс привыкнул к большому количеству посещающих людей, и мы это не удивили. Вы сказали, у вас кластер был мошен, то есть все это разные были, так сказать? Да. То есть там 40-ки было. Люди в этой, ну да, да. Вы внутрь и там пишите. Внутрь, да. А в рабочее время сделали потом проверку? Ну, как бы, в рабочие дни то же самое? Ну, вот в итоге мы собирали в рабочие дни. А, это в рабочие дни было в итоге собрали? А, окей. А с выходными тогда сравнить быстро? Да. Чисто теоретически я могу сказать, что в течение, из своего опыта, я могу сказать, что в течение недели, если зафиксировать неделю, реклама будет одна и та же. Спрос меняется, а реклама будет, скорее всего, зафиксирована. Потому что рекламодатели запускают, у них все проекты начинаются в поведении. И поэтому, если у тебя сбор в течение одной недели, то ты можешь сказать, что вот это ощущение мира на какое-то число. А вы сравнивали с методиками рекламных фирм? Потому что, например, по рекламной фирме, у них были специальные какие-то математические модели. То есть, если бы не приходил реклама, да, и говорил, я хочу показать это только бабушкам, они не могли точно сказать, как это бабушки, в какое время? Ну, конечно. Ну, а с другой стороны, как бы, я тоже сейчас знаю, из тех, кто работает в такой сети, я могу сказать, что если, да, у нас есть статистическая модель, но она всегда неправильная, всегда все случается, если приходит реклест, на котором стоят данные, ты на него ставишь ставку и все. А как вы определяли, вот, к какой категории относится реклама? Страницами, которые реклама показывает, мне находили в Алексе, и у нас был еще один какой-то сервис, я уже забыла. То есть, находили, приводили из ландинг-пейдж-рекомодателя, мы приводили ее в категории. То есть, это категория, получается, не реклама, а страниц? Да. Ну, получается, если реклама, как бы, да, некая несоответственная прочная реклама машины будет показана Тойотой. То есть, очень близко. Вряд ли Тойота будет рекламировать поездки. Ну, если я открою Фейсбук, там при этом пользователе, там, в принципе, может любая поездка. Фейсбук требует залогиненного пользователя, чего мы не могли делать, поэтому... В принципе, можно было зарегистрировать данные аккаунты, Тойотая, это 64. Горячие. Тойотая. Тойотая. Суэйсбук очень быстро платила. У нас. Томашки. Томашки. Да. Но если ты... У тебя есть 340 пропелий, и ты посещаешь эту страницу, и что, кстати, очень интересно заметить, что в последнем, вот этот был в выборке, когда мы хотели максимизировать наше количество уникальной рекламой, которую мы увидели, туда прошли практически все 340 профилей. То есть пользователь очень сильно влияет на рекламу. Скорее всего, если бы у нас было больше, мы бы собрали больше, мы бы еще бы больше увидели, но у нас не было бы сих пор из них. То есть это попытка. Я думаю, что индустрия, если взять индустрию, индустрия знает очень много, но индустрия этим зарабатывает деньги, и кто какую рекламу видит, никто никогда не расскажет, к сожалению. На этом у меня первая часть закончилась, но у меня, если у меня есть еще время, я вам расскажу, как мы собрали видео-рекламу. Есть. Вопрос такой. Вы все сказали, что никто не расскажет. То есть можно было бы, наверное, предложить студентам, в принципе такие, кто идут на подобные эксперименты. Тем более, что если есть целый кампус, поставить какой-нибудь логичный хром, который будет то, что пользователи реально, на самом деле видят, отсылать данные, так сказать, вам на сервер. Это будет у хороших хромовцовцев? Да, но для того, чтобы это считается эксперимент с людьми. В США. Да, в США. Еще не дай бог, это люди до 21-го. Это совершенно другая бумажная малахинга. Где? В статьях будет точно другой. Нет Нью-Йорка. Мы не хотели. Вопрос такой. А кто и так решает, что, допустим, я захожу на сайте, Нью-Йорк Таймс, как решает, что это мужчина 30 лет? Ну, кто не может понять, а как он? Ты же знаешь, хамеры эти работают, они же сделают. У меня заклеили. Я хотел бы рассказать о некоторых заклеилиях. У меня черный человек. В принципе, есть два пункта. Первое, это если есть возможность зарегистрировать юзера. Очень многие сайты сейчас предлагают зарегистрироваться. Даже если пользователь не видит такой надобности, все равно предлагают. Мобильное приложение сейчас очень прослеживается тот момент, когда ты инсталируешь приложение. Приложение такое сразу. Можно я еще загляну в твой календарь и сдружу твои контакты? А это приложение, которое рассказывает вам про цены… Это приложение, которое рассказывает вам, сколько стоит бензин в округе. То есть, зачем бензину в округе в этом приложении узнать? То есть, они передают данные рекламные сети? У меня завтра встреча. То есть, эти приложения передают данные пользователя рекламной сети? Это приложение, когда, если оно спонсируется рекламой, то есть, оно бесплатно для юзера получает деньги из рекламы, оно может, когда пересылать запрос, оно скажет, что «мужчина». Второй вариант – это когда… Пускается вход статистика и использует то, что вы делаете на сайте и пытается вас классифицировать. А как? Ну, то есть… Я захожу, опять же, в «New York Times», «Дэйфи» – неважно. То есть, там есть клип, допустим, они используют Google Cores. То есть, они, в принципе, знают, что «ага, я на странице новостей, начнете использовать новостями», но это знает кто-то рекламный сеть, который используется на этой странице. А если ты подумаешь про Google, как про Google Analytics? Что-то изменится? Ты залогинил свой Google. Даже если ты не залогинил Google, Google Analytics используется очень-очень многими пепсайтами. Если 90% подписателей связаны про меня… То есть, он находит свою Google группу и может написать что-то куда еще? Да, они так делают. Понятно. В общем, есть такая… Есть много способов, где на своем граузере можно остановить, что ты хочешь «опт-ау». То есть, ты заявляешь, что ты не хочешь про тебя справиться. Можно пойти на самый адный аккорд. Что, правда не собирает? Правда. Правда не собирает. Потому что, если тебе уже минус 90 миллионов, то ты не хочешь попалиться. Работаю честно. Второй вариант – это пойти на страницу «самой адный» от «воркс». Иногда можно сделать «опт-ау» там. Google позволяет вообще выбрать свой продукт-рофаз. То есть, можно претвориться чем угодно. То, чем спасаюсь я, собственно, есть AdLock, который на AdLock просто визуально закрывает рекламу. Это не очень здорово, потому что сайты все равно высылают запросы, и про меня все равно статистика будет популироваться. Можно еще использовать «дисконект». Вот «дисконект» выбивает все эти запросы. А AdLock? А AdLock? AdLock не используете? С ними все страницы открывались. А там пару из исключений надо заправить, и все работает. А вот AdLock, у меня как бы AdLock и… А AdLock, кстати, он теперь уже и блокирует. Это раньше, кроме того, когда скрывалось. Теперь он именно не загружает. А в нем же… Деваш, провидим. И будем. А, провидим. А, провидим. Мы очень долго думаем объяснили, что видеореклама очень интересная. Это было совершенно случайно. Мы посмотрели, когда использовали бразильский «Фрокси». И решили, что это будет, собственно. И решили собирать в Ютубе, потому что Ютуб – это самый большой издатель видеорекламы. У нас, в частности, больше всего интересовала рекламой, которая идет… Вот видео, которое играет перед самим главным видео. Ну, пока мы это все просматриваем. Нет. И ты трое. Не все. Не все. Согласность заключается в том, что реклама стримится с флаж-плеером, потоком. И она не прописана ни в потоку ДВ. То есть, наш предыдущий краулер можно было отправить на пиццу, и нам нужно было новое решение. После долгого смотрения Ютуба, как работа, в какой-то момент у нас появился… …http фрок. Fox for HTTP – экстеншн для акрома, в котором можно было… А, это Firefox. Никогда не виспусает с ютуб-самбраузере. В котором можно посмотреть трафик и реклесты, которые Ютуб посылал. В какой-то момент мы заметили, что ссылаются реквесты на рекламу. И в ответ приходит XML файл, который красиво и грамотно написан всю эту рекламу. И тогда мы написали следующий грамот, который запускает Firefox под прокси и слушает весь этот коммуникацион и записывает базу данных. И потом работает все тот же паттерн, который мы раньше использовали. Теперь мы не смогли использовать Adlog Magic Leaks. Как он там назывался? Нет, известно. Вот. Вот вы знаете. При этом можно нормально выполнить рекламу в Америке и врезать. Да. Но находить... Ну, потому что... Что конкретно? Что конкретно? К чему конкретно этот визилист променять, когда у тебя видео, непонятно. Как он это делает? Скорее всего, он убивает вот эти реклеста. И когда происходит... Точнее, он, скорее всего, закрывает эти XML файлы. И когда происходит тайм-аут, YouTube просто ничего не показывает, чтобы не портить экспириенс-визера. Но нам это никак, скорее всего, не помогает. Точнее, просто еще раз вопрос, зачем пилотейшина? Нет, пилотейшина, от того, чтобы мы слышали все, что YouTube, по стилотеке или по рекламе, посылает, и что получает ответ? Абразийская прохода еще? Абразийская прохода еще не работает? У-у-у! Да, этот вопрос я не могу ответить. Из интереса робота мы инсталировали в себе библиотеку, которая использовала хотя бы только Fox. Но к самому разочарованию обнаружили, что она не записывала содержание этих файлов, потому что, не знаю, может большие, может не большие. В API был Slack, который можно было проставить. Да, хочу сохранять файлы, но он был чисто для декоративных. Просто для красоты там был, поэтому пришлось переписать. И, кстати, к счастью, это был open-source. Нам это позволило. В YouTube из-за того, что YouTube — это Google, Google углали свои AdWords, AdNetwork, и Google же поддерживает профили юзеров. Все сильно упростилось. Можно пойти просто в Google App Manager и через то же селение выставить любой профиль, который вообще может интересовать. И посмотреть видео. Какое видео выбираем? На самом деле у нас было два эксперимента. Первый — это также Trending Videos. Второй — это нам было очень интересно, потому что Google, то есть видео очень много. И мы совершенно не machine learning people, и мы бы не смогли из видео еще как бы расспецировать этот контент. Это очень сложно, потому что надо еще кучу всего сделать. Но Google сделал всю красную работу за нас, потому что Google для того, чтобы позволить автоматическое размещение рекламы по категориям, он приписывает сам «Вертикали» видео. И мы, собственно, нашли «Вертикали», и мы выбирали видео через «Вертикали», и мы хотели сделать coverage «Вертикали» через Trending Videos. Кто ты даже не знал? «Вертикали» — это, в принципе, дерево интереса пользователя. Только баба. Это совершенно такое же, только там отсутствует ветка религий и ветка здоровья. Скорее всего, по каким-то непонятным причинам. Скорее всего, есть какое-то законодательство, которое чего-то там не разрешает, и это не сохраняется. То есть, получается, пользователи ходят, и, скорее всего, у нас догадки, мы ничего не знаем, у нас есть свои догадки, что это получается, как такой замкнутый груш, чтобы пользователям приписываться интересы, пользователям смотрят видео. Тогда они понимают, что люди, заинтересованные в А, В и Ц, смотрят это видео. Значит, у этого видео есть «Вертикали» А, В и Ц. И через какое-то время у этого видео происходит «converge», и когда у видео есть «Вертикали», которые его характеризуют. Ну, да, это классно. То есть, это характеристики не видео, а аудитории это видео? Я думаю, что если аудитория Гугла это видит, то в итоге вот этот сет, который останется, он обычно очень хорошо каким-то чудом описывает именно видео. По крайней мере тех, которые мы видели. А вы это снимаете управляем? Пока мы тренировались, да. То есть, сколько мы можем увидеть? Немного. То есть, в принципе, в этом сборе рекламы было только то, что у нас было куплено несколько внешних дисков, несколько терабайт памяти, потому что видео очень большое. Всего не запишут. Собирая рекламу, наше главное observation – это то, что реклама зависит от контента. В рекламе display ads, например, в баннере, в интернете реклама очень сильно зависит от пользователя. А здесь она зависит от контента. Что самое интересное, что реклама влияет на профиль человека. И здесь два примера. Первое – это видео, в котором учат, как правильно чистить пилу. И на этом видео нам показали рекламу «Pedigree». А профиль у нас был связан с финансами. У нас интересовались… Ну, насколько эффективно. А интересовались финансы, accounting, auditing, banking, credit lending. То есть, очень финансово так. И после просмотра вот этой пары видео у нас появилось два новых интереса. Первое – это кошки, а второе – собаки. Второе видео было про Мозамбик. Это видео, серия маленьких видео, рассказывающих что-то про страну, и насколько бедны, и как там все плохо. И профиль у нас был связан с красотой и здоровьем. И нам вот… А если вот не покажут про собак, то рекламу, я говорю, что пропустите, у меня появится только собаки или женщины. Но этого мы не проверяли. Я вижу, что оно появилось, потому что посмотрели, что оно понравилось. 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 Не знаю. Если мне не зря один, значит, нравится. Мы просто не крикли на рекламу. Нет, мы не крикли. Не активируем. И Google будет разрешать сделать такие рекламы только через 30 секунд. В основном рекламу 15 секунд. Это, конечно, тонкий аспект, но очень часто ты смотришь видео, и у тебя то ли где-нибудь там сверху эта маленькая штучка, и ты думаешь, что там началась реклама, и там влёкся что-то сделать. Не обязательно смотришь его. Но они всё равно приписывают, потому что, скорее всего, они пытаются добавить себе новые интересы. И в итоге они посмотрят, как ты реагируешь, что будет, и если ничего не будет, они их не вернут. То есть это не то, что они добавили, они там будут. А просто, что они будут как-то меняться. И они попробовали себе предложить. Но это интересно, что они это сделали, исходя из рекламы, которую они нельзя выбирали. То есть это не звучит вполне как-то случайно в данном случае. И сорвёт пример. Это когда на вот этом мазарбик-видео была показана реклама то ли Финдай, то ли Тойота. И появилось два новых интереса. Это Финдай и Парадзи. Там типа родительство. Первая рука была там. А вот эти интересы, они только добавляются? Вы сказали, они уходят тоже. Они уходят тоже. И это только Boolean, то есть значение есть или нет? Или там процент какой-то? Он показывает вот так вот. И он даже пишет, где он себя проявил. То ли в YouTube, то ли в AppSite. То есть это как бы топ моих интересов. На приём, скорее всего, какие-нибудь проценты от 0 до 100, да? Да. Статическую модель никто не показывает. Нам показывают как сет. И скорее всего... А вы не пробовали открывать вход в эту страничку? Там могут быть методатные проценты? Нет. Пробовали. Много раз нету. Окей. А вот ты сказала, что умираю число это время, какие-то интересы не подтвердились. А как это вообще? То есть в ней профиле может быть самым что-то? Конечно. Во-первых, там есть много теорий. Первая теория – это то, что у тебя интересы меняются. То есть если ты сегодня пытаешься купить машину, то не значит, что через месяц будешь что-то делать. Они пытаются купить железо, по крайней мере, еще, да? Чем свежее интерес, тем, скорее всего, ты все еще заинтересованы. Но в обороне все понятно. В основном добавить? Да. А вот когда это убирается, то есть... У нас были случаи, когда даже мы создавали профиль, смотрели одно видео один раз и интересы пропадали. Даже ручку не выправили. То есть это все очень динамично. Мы вот так сейчас обсуждаем, как какие-то программисты в Google это все сделали, а не проще было у них спросить? Ну, вообще, в принципе, проще. Нет, это не спортивная, а во-вторых, какая-то тетка, они не расскажут, потому что, во-первых, они не хотят, чтобы кто-то это эксплуатировал, а во-вторых, я вот про первую работу, мы таки написали статью, и когда я делал доклад, подошел человек, в конце доклада, когда делал вопросы, и вопрос был, а вы собрали только рекламу в Google? То есть они сразу, они знают, что у них очень много этой рекламы, и они понимают, что я могу натаскать свою систему на то, чтобы собрать именно эту рекламу, потому что это конечная задача. Но детали они не расскажут, все детали, которые я знаю, я знаю от своего профессора, потому что он это создал. И его он даже всех деталей не знает, потому что все параметры настраиваются какими-то алгоритмами, и они тоже динамичны. А какая была конечная цель работы? Найти корреляцию? Вообще да. В работе YouTube нас очень интересовало, нас очень интересовал вопрос, что это модель сервировки рекламы, потому что когда ты приходишь на простую страницу, то тебе реклама, в общем-то, она может быть неприятной, но она тебе не закрывает то, зачем ты пришел, в некоторых случаях. Сейчас они уже пытаются их никуда влезть. Но видеореклама, это когда ты пришел посмотреть четырехминутное видео по какой-то своей причине, а тебе говорят, а давай-ка ты 30 секунд посмотришь про корм собак. То есть это каждый раз, когда они показывают твою рекламу, они должны решить, а если я покажу рекламу, не уйдет ли пользователь. И то есть у них это очень тонкая игра, показать или не показать, если показать, то какую. Если показывать, то как часто. У нас есть много наработок, которые неизвестно идут, и куда они идут, потому что скрывать с организатором становится все сложнее и сложнее. Но идея такая, что это приходит, если пользователи тебе показывают видеорекламу, в какой-то момент тебе перестают ее показывать, показывают баннеры. И это... Это раздражает еще больше. Хоть может закрывать, да. Но это еще картинка. В третьем сайте, когда они уже думают, что ты очень упомлен, они начинают показывать баннеры, и там уже текст. Ац. То есть там есть какая-то система, какой-то алгоритм, который лишает статус пользователя. И нас интересовал конкретно вот этот статус. Но мы, видимо, в видеорекламе, мы, видимо, не дошли. Не пробовали закрывать просто этот браузер, когда реклама начинается закрывать? Неужели Google не патентует, допустим, все эти алгоритмы? Не пробовали закрывать? Не пробовали закрывать? Я знаю. То есть алгоритм, который участвует, я знаю. Это Generalized Second Price. Но что происходит, когда приходит пользователь, у рекламодателя есть бюджет на день. Пользователи приходят. Когда приходит пользователь, Google определяет, какая реклама проходит в этот аукцион. Спускают в этот аукцион, бац, рекламу показают. Но мне, как конечному пользователю, непонятно, что я буду видеть. Потому что я, допустим, не знаю, какие свойства пользователя интересуют рекламодатели. Как выяснилось, что рекламодатели очень сильно интересуют мои интересы. Минимаем первое расположение. Замечательно. Я думаю, все получили вопросы. Даша получила кучу идей за вопросы. А мы идем на перерыв. После перерыва вернемся и продолжим. Аплодисменты.